В рамках 11-й медианедели стартовал новый сезон школы юнкоров городского округа. Первая встреча школьников, решивших научиться основам журналистики с их будущими преподавателями, состоялась в Центре развития образования. Напомним, впервые такая школа появилась в Люберцах в 2007 году. И за это время поставила на крыло не один десяток юношей и девушек. Многие из них поступили в высшие учебные заведения на специальности, связанные с журналистикой. Первое занятие в новом сезоне районной школы юнкоров назначено уже на начало октября. А пока в рамках Люберецкой медианедели школьники узнают поближе профессию журналиста, смотрят презентацию, слушают будущих преподавателей. Проходит в это время очередная 11-я Люберецкая медианеделя. В течение недели проходят различные акции, мероприятия. И сегодня мы в рамках медианедели проводим встречу юнкоров с главой. Во время встречи с главой юные корреспонденты медлить не стали. Сразу показали свои способности интервьюирования. Засыпали главу вопросами. Молодых журналистов интересовали проблемой благоустройства, образования, строительства спортивных объектов в Люберцах. Скажите, а планируется ли в каких-то школах построить бассейн? Говорили и о книгах, и о театре. Однако неравнодушны ребята были к темам, связанным с выбором профессии и поиском себя. Ведь именно это после окончания школы им предстоит сделать. Я не знаю, скажем, где уловить вот эту такую тонкую нить, что ты, скажем, на этой земле прирожденный политик, что ты можешь заниматься политикой. Это сложно, наверное, и это вряд ли кто-то может о себе так сказать. Можно быть по профессии журналиста, можно быть юристом, можно быть врачом. И потом эти люди в силу разных обстоятельств приходят в политику. О своем опыте в профессии журналиста ребятам рассказала выпускница школы юнкоров Елизавета Крылова. Теперь она работает в Люберецком информагентстве. В прошлом году я закончила школу юнкоров, владельцем которой является Иван Егорович. На его уроках мы изучали не только основы журналистики, но и обсуждали литературные, музыкальные темы. Елизавета Крылова – отличный пример целеустремленности молодого журналиста. Ее опыт доказывает, что знания, полученные в школе юнкоров, могут стать подспорьем при поступлении в ВУЗ. Сейчас она учится на заочном отделении РГСУ. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.